В социальных сетях появляется такая информация, что Е3Б готов предоставить многодетным материалом офисы для проведения митингов. Вы готовы организовать митинги с многодетным и со всем остальным? Это действительно так? А если это не так, опровергните и скажите, пожалуйста, вообще такая идея для вашей партии имеет место быть? Она была бы для вас интересна? Во-первых, вообще это абсурдно то, что в социальных сетях, потому что зачем делать митинги в офисах? Митинги делать надо на улице, на площадях. Площадя улицы мы предоставить не можем. У нас в собственности партии Е3Г нет площадей, улиц. У нас, условно говоря, если в городе Астане, то это единственный офис, который есть у партии Е3Г. Здесь, конечно, у нас двери открыты для всех общественных организаций. К нам приходят и многодетные приходят, и ветераны приходят, и инвалиды приходят. Очень много общественных организаций, которые к нам приходят. Они иногда, допустим, просят нас провести какой-нибудь круглый стол или какое-нибудь совещание, допустим, на ту тему, которая их интересует. Например, вот к нам приходили инвалиды и говорили, давайте проведем круглый стол, связанный с вопросами инвалидов. Мы всегда, практически мы никому не отказываем, мы говорим, вот у нас помещение есть, можете бесплатно пользоваться. Мы даже не будем требовать с вас деньги за то, что мы там проводим круглый стол. И мы как бы вместе это делаем. Каких-либо могут обратиться, для этого вообще никаких проблем нет. Тем более они и обращаются, многодетные. У них, конечно, там это не одна однородная организация, вообще этих организаций несколько многодетных. Они приходили недавно к нам, значит, мы планировали один из митингов провести совместно с ними. И против принудительной вакцинации. Но там был такой момент, что мы сразу же сказали, что мы будем проводить только законные митинги, митинги в правовом поле. Поэтому мы направили уведомление в Акимат города Нур-Султан. Но Акимат, как всегда, впрочем, он нас там сильно не удивил. Он опять отказал в этом проведении митинга, ссылаясь на красную зону и коронавирус. Поэтому мы от этой идеи отказались. Но в целом, как я уже говорю, и многодетных матерей, и другие общественные организации, мы всегда готовы поддерживать, но только тем, чем мы можем. У нас нет каких-то финансовых возможностей, финансово мы их поддержать не можем. Мы не можем им предоставлять, как там сказано, улицы, площадя или офисы и так далее. Но поддержать в юридическом плане, поддержать, вот, например, сейчас несколько многодетных к нам пришли с просьбой оказать им содействие в открытии республиканского общественного объединения, которое будет называться там, если не ошибаюсь сейчас, «Анамимбала». Мы сказали, что мы юридическую помощь готовы оказать, подготовить проект устава, проект учредительных документов и помочь им зарегистрировать свое общественное объединение.